За уборку улиц в Резакне в течение ближайших трёх лет будет отвечать компания из Риги – Клин-Эр. Они выиграли конкурс, предложив самую низкую цену за услуги. После снегопада жители Резакне заметили – не все улицы достаточно почищены, а некоторые оказались и вовсе не убранными или скользкими. Я с четырёх работаю. Обещали технику, но техника вышла из строя. Увеличилась территория, больше объём, нагрузка больше. Вся нагрузка ложится теперь на 15-20 человек. Как пояснили в компании Клин-Эр, за день до начала работы в Резакне 10 сотрудников решили уволиться. Точно число дворников в городе назвать затруднились. Но уверили, что все недостатки уже устранены и уборка идёт полным ходом. Не ликвидировать молочное производство, а наоборот расширять, планируют в крестьянском хозяйстве Церени, Руинского края. Фермерам удалось наладить сотрудничество с эстонским сельхозяйственным кооперативом. После нескольких лет сотрудничества с предприятием «Валмер Спенс», владелец хозяйства Церени принял решение продавать молоко в Эстонию. Эстонский кооператив заинтересован в большом объёме молока. «Этот кооператив начал с нами работать, потому что молоко у нас высокого качества, а свой конечный продукт они пытаются продавать на эксклюзивных рынках, таких, например, как Япония. Там требования выше, чем в Европе». «Рынок в Эстонии действительно хороший, стабильный. И у нас зарплата есть, и коровы накормлены. Можем даже увеличить стадо. Это очень хорошо, учитывая, что в Латвии цена на молоко постоянно падает». На Курзумском побережье сезон поиска янтарян. Но среди кусочков смолы может оказаться и так называемый ложный янтарь или белый фосфор. В этом году зарегистрировано уже два случая ожогов. У этой скамейки в Лепе еще видны следы горения. Несколько дней назад у пожилой женщины в кармане загорелся кусок фосфора, который она подобрала на пляже. «Проезжал мимо, увидел огонь. Через секунду понимаю, что бежит горящий человек. Выскочил из машины, схватил покрывало и начал тушить. У женщины была обожжена нога, и я вызвал неотложку». Ложный янтарь или белый фосфор между Лепой и Бернеттой профессиональные искатели янтаря находят несколько раз в году. «Он в момент становится как вода. 1200 градусов – это очень много. Янтарь глянцевый. Если отломить, он блестит. Фосфор не блестит. И он зеленовато-желтый». На пляже установлены знаки, предупреждающие о ложном янтаре. А искатели янтаря найденный фосфор сжигают на месте. Редактор субтитров А.Семкин